Что за вопрос? У нас нет его в городе. Действия и бездействия которых прикрывают все контролирующие инстанции. Система здравоохранения, адвокаты, работники частных фирм и отдельные судьи. Краткая хронология противоправных действий, в том числе в отношении заявителя в городе Сургут. По ссылкам доступны документы, заявления и обращения в порядке УПК 141 и 124 в разные инстанции и видео с комментариями заявителя. Далее следует хронология на 7 страниц. Основные моменты. 25 сентября 2018 года. Тройное задержание с двойной каруселью на 84 дня. 10 суток в камере, 12 суток в той же камере и 62 дня в психоневрологической больнице. Заявителю одевали пакет на голову, пытали электрошокером и отбили всю печень. Побили отца и оставили без попечения, без связи. Отключили электричество и оставили в опасности для жизни и здоровья. Похитили из квартиры заявителя вещи на сумму более 400 тысяч рублей. Общая сумма только материального ущерба, причиненная более чем 8 человеком, составляет более 1 миллиона рублей. При этом заявитель никогда не являлся и не является ни свидетелем, ни обвиняемым, ни подозреваемым, ни по одному уголовному делу. Далее ссылки на видео примерно по 40 минут с полным описанием данной ситуации. 18 декабря 2018 года полная реабилитация и выход на волю заявителя из психоневрологической больницы по решению апелляционного суда. Еще один взлом двери пожарными. Искали источник пожара из четвертого подъезда в первом. А вот фото доказывающее, что пожарные изначально подъехали к четвертому подъезду. Вот пожарник стоит. Они вышли, начали разгружаться. Смотрят, у меня свет горит. И пошли взломать мне дверь. Хотя мы с ними разговаривали через дверь, и я, и соседка, и мы говорили, что у нас никакого ни запаха, ни задымления, ни пожара нет. Что мы в этот день вообще ничего не готовили. Ни я, ни мои соседи. А они все равно дверь взломали. Хотя пожар, по официальным документам, они предоставляли ответы, почему они не взломали дверь. Изначально вызов поступил, что пожар в четвертом подъезде. Почему они решили искать источник задымления именно в первом подъезде, именно на четвертом этаже, и именно в нашем крыле, ответ, я думаю, очевиден. Ребята, а вы на каком основании замки ломаете? На полном основании. На каком полном? Какую квартиру вызывали? Вы чувствуете запах? В какую квартиру вызывали? Вы чувствуете запах? Вы зачем дверь в 16-ю квартиру ломаете? Проверка всех квартир. В смысле проверка? А что вы эту не ломаете дверь? Сейчас ломаем. И что, вы каждую дверь будете взломать? Будем кашлять. Вы чувствуете дым? И что? Ничего. В какую квартиру вызывали? Да ни в какую, в подъезд вызывали, мы все квартиры проверяем. И что, вы каждый замок будете взломать? Мы каждый будем взломать. Вы что, с ума что ли сошли? Мужчина, не мешайте работать. В смысле не мешайте? Вы ко мне пришли, не я к вам. Получается, только в 16-ю квартиру взломали дверь, да, и поехали спокойно. Вы понимаете, что это заказ у вас? Я стыдно. А, ребят, а что вы лица-то прячете? Стыдно стало, что ли? 12 марта подан иск на ОМВД города Сургута с требованием истребовать из закона владения вещей заявителя. Через 7 часов. 13 марта 2019 года. Сотрудники полиции во главе майора отдела Т. Бабушкина Антона Владимировича, это родной сын Бабушкина Владимира Анатольевича, при поддержке ОМОН взломают дверь в квартиру заявителя, не предъявляют ни одного документа, похищают вещи из квартиры и отбирают телефоны и видеокамеры у прибывших на место преступления представителей заявителя с доверенностью и применяют к ним физическую силу и спецсредства. Ни один документ с сотрудниками полиции не предъявлен. Квартиру не опечатали. Дверь до сих пор не восстановили. Официальная версия. Был трупный запах именно из квартиры заявителя и по подъезду бегал неадекватный мужчина. Заявителя в это время не было в городе. Все контакты заявителя у сотрудников полиции были. Необходимости изломать дверь и проникать в квартиру не было. Тоже видео все доступны вместе с документами. Далее выявлен клан Бабушкиных и ОПГ, и Рохова, и Бабушкиных. Который внешне по поршнему городу приклеит, он по ориентировке подсудит. Ваша прачок будет жена на кухне выполнять, понимаете? Почему они прошли сюда недосмотренную миф? Что у него в сумке? Динамит у него там лежит, он вся взорвет на всех, он лечит до пенсии три года. Мне этот человек нужен. Мне этот человек нужен. Месяц ОПГ, и Рохова, и Бабушкиных заиск в суд, поданный заявителем. Так, 20 марта привлечение клана Бабушкиных к уголовной ответственности. То есть об этом стало известно всем 20 марта. Ну и последнее событие. 17 сентября 2019 года Бабушкин-старший ушел на пенсию и стал советником по безопасности мэра города Сургут. Мне этот человек нужен. 5 октября мы разговаривали с губернатором на общественной встрече и с мэром. Что за вопрос? У нас нет его в коробке. 7 октября 2019 года новый начальник полиции Кондрашов РС отказал заявителю в ознакомлении с материалами ОРМ оперативно-разрастных мероприятий. А 25 сентября и 13 марта 2019 года по надуманным доводам. То есть мне до сих пор даже причину не могут назвать, почему ко мне такое пристальное внимание со стороны отдела по борьбе с терроризмом и экстремизмом и со стороны полиции. Ни один довод, ни одна причина официально не озвучена. Что я нарушил? Почему дважды проникали мы в квартиру и трижды пытались двери сломать? Что за вопрос? У нас нет его в коробке. За период с июня 2018 года по текущим момент заявителям было направлено свыше 600 обращений, заявлений, жалоб и так далее в более 6000 страниц. В прокуратуре города Сургут, ХМАО и в генеральную и в следственные комитеты города Сургут, ХМАО и РФ. В МВД Сургута, ХМАО и РФ. Каждому депутату города Сургута и каждому депутату ХМАО ЮГРА. В антикоррупционный комитет при Госдуме РФ. Различные иски в суды города Сургут и ХМАО. В ФСБ РФ. Уполномочен по правам человека в ХМАО и в другие инстанции. В подтверждение я ввожу учет корреспонденции, который я завел не сразу конечно, поэтому здесь не все сообщения. Последнее отправленное, номер 247 исходящий, это мэру города Сургута и губернатору, как договаривались. Обращение с требованием провести экспертизу коррупционных проявлений в городе Сургут. Так, листаем вниз. Видим, что 634 обращения всего отправлено, в том числе жалобы в порядке УПК-124, УПК-141, жалобы, обращения, заявления, иски и многое другое. Ввести эту статистику я начал не сразу, поэтому отправленное обращение было намного больше, чем 634. Позже я начал ввести учет статистики страниц в документах. На данный момент их 5606. По факту их намного больше, потому что статистику я не сразу начал ввести по страницам. По факту их больше 6000. Никто не привлечен ни к административной, ни к уголовной ответственности. Наоборот, бывший в Рио начальника полиции Бабушкин Владимир Анатольевич назначен советником по безопасности мэра города Сургут. Бывший начальник отдела ТЭЛ Уценко Дмитрий Николаевич назначен начальником отдела полиции номер 3. Бывший начальник полиции Ерохов назначен замом начальника полиции Пахмао. В то же время заявителя незаконно задерживали множество раз и осуждали по административным статьям по поддельным протоколам, не давая возможности обжаловать данные постановления. Устраивали заявителю двойное задержание стройной каруселью, не выпуская ни на секунду на свободу. В 84 дня было общее задержание, то есть сначала 10 суток, потом 12, потом 62. В 84 дня удерживали без свободы. Последующая сдача его психоневрологическую больницу. 18 декабря 2017 года полная реабилитация и выход на волю заявителя из психоневрологической больницы по решению апелляционного суда. Сотрудники полиции применяли к заявителю спецсредства и пытки, одевали пакет на голову и били электрошокером, отбили всю печень и наносили побои. Использовали технику и аккаунты заявителя в служебных целях для общения от его имени с другими людьми, для фабрикования новой террористической и экстремической ячейки. Об этом тоже есть видео. Вся переписка сохранена. Все ссылки выше. После освобождения все обжалования и требования заявителя продлить сроки обжалования были отклонены прокуроры в праве отменять незаконные решения судов и продлевать сроки обслуживания. Однако надзорные правоохранительные органы бездействуют и прикрывают все преступные действия, нарушая все законы, приказы и инструкции, иногда придумывая свои собственные для оправдания преступлений. То есть им возразить нечего, они просто выдумывают новые законы, по-своему их трактуют и пишут отписки. Рассмотрение ситуации на примере отписки заместителя прокурора Хмао Шерера в приложении номер 1 на 68 страницах. Ни один факт, приведенный в приложении, не опровергнут ни одним правоохранительным органом. Ни один факт. 68 страниц. Вместе с тем, на встрече губернатора Хмао Югры с общественностью города Стургутка, которая прошла 5 октября 2019 года, губернатор во всеуслышание заявила о том, что у нас нет никакой коррупции. Что за вопрос? У нас нет никакой коррупции. Видео доступно по ссылке. Тогда каким словом можно назвать тот беспредел власти, который происходит в городе Стургут? На примере одного только заявителя. Также пострадало много знакомых и друзей заявителя от такого беспредела. Заявитель уже знает ответ, который получит от губернатора Хмао Югры. Ваше обращение направлено для рассмотрения по существу в прокуратуру Хмао Югры по подведомственности. О прокуратурах Хмао Югры вновь будет заниматься формальными отписками, так как погрязло в защите коррупционных интересов в городе Стургуте. Получил вот такое письмо, нашел в почтовом ящике. Ну, как бы это, вот так выглядит. Тут все понятно, оно не распечатано ни разу. Даже не расклеилось. Тут видно все края целые. Вот вам хороший совет. Так, это что у нас тут? Прокуратура Хмдамасийского автономного округа. Я все входящую корреспонденцию всегда просвечиваю. Вот, смотрите, что происходит. Нет ничего. Пусто. Пустая работа или тьма боится света. Вот так работает прокуратура. Заявитель обращается к губернатору Хмао Югры с требованием поменять налаженный тип отписок по злободневным вопросам, которые поднял заявитель в данном обращении. И направить данное обращение заявителя для полной и объективной проверки в антикоррупционный комитет при Госдуме РФ с требованием провести независимую правовую экспертизу всех документов и формальных отписок власти Хмао Югры на обращение заявителя о фактах коррупции. Если данное требование заявителя будет удовлетворено, то таким образом губернатор Хмао Югры не на словах, а на деле покажет свое искреннее желание разобраться с тем беспределом, который происходит в городе Сургуте с момента работы в правоохранительных органах семейного клана Бабушкиных и по настоящее время. Мне этот человек нужен. Приложение отписка Шерер на 68 страницах и ее обжалование адекватного ответа на поставленные заявителем прокуратуры Хмао Югры вопросы, не полученные до настоящего времени. И никто из должностных лиц прокуратуры за это никакой ответственности не понес. Ни одного административного дела, ни одного уголовного дела, ни одного наказания, ни одной фамилии. Кто понесет ответственность за весь этот беспредел, который вот описан на семи страницах? Семь страниц. Это краткое изложение. Краткое. Было намного больше всего. Вот это все. И ни одного наказанного. Что это, если это не коррупция? Все друг дружку покрывают. Ну и быстро пробежусь. По приложению. Написано оно 12 июня. До сих пор ответа нет. Потому что ни один факт не могут опровергнуть. Тут приведены нормы законов, которые нарушены. Все нарушения протоколов, судей. С приведением номеров в КУСК. Все фамилии, имена, отчество ответственных лиц. Никто не наказан. Вот это все. Вот все. Это все беспредел в городе Сургут. Только на примере только одной отписки. А таких документов было отправлено более 600. Тиста. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok